Приветствую! Аньон хасио! Гутен так! В общем, всем привет! Сегодня на канал затесался немножко премиум сегмент. Еще одна палетка от Huda Beauty в мою коллекцию. Палетка 2017 года выпуска Desert Dusk. Целых два макияжа я вам покажу с этой палеткой. Один более такой повседневный носибельный, но все равно достаточно креативный. И вот такой насыщенный красновато-фиолетовый. Самым милым котом на свете не только решили вам сегодня показать идею вот такого новогоднего, немножко насыщенного образа, но также разыгрываем подарочек. Поэтому обязательно смотрите видео до конца. И если вам интересно посмотреть, как все наносилось, желаем вам приятного просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok У нас сегодня с вами, ребят, на повестке дня старинка, на самом деле, которая для меня новинка, потому что купила я ее на эту черную пятницу. Покупала я через посредника Instagram-магазинчик помадка Store. Все там же, где я приобретала свою первую палетку от Huda Jaguar. Ссылочка на магазинчик и на первый обзор знакомства с брендом будет в инфобоксе. А палетка, которая нас сегодня интересует, вышла еще в 2017 году. Я когда посчитала, я поняла, что 5 лет назад первые обзоры на YouTube появились. Это прям очень много. И за 5 лет в косметической индустрии действительно много что произошло в плане формул, в плане упаковки. Все идет, все двигается, все-таки прогресс какой-то происходит. Но я считаю, по крайней мере, на мой субъективный взгляд, что эта палетка ничем не хуже, чем нынешние запуски. Мне не особо есть с чем сравнить. В интернет уходит такое поверье, что у Huda очень сильно отличается качество маленьких палеток, то есть запусков, которые по 9 рефилов, и качество больших палеток. И у меня не так много, как бы по одной штуке, что маленькой, что большой палетки. Поэтому, наверное, мое сравнение будет не самым объективным. Но вот как обычный пользователь, который для себя решил на Черную Пятницу приобрести эту палетку, я смогу вам дать свой фидбэк. Итак, палетка у нас Desert Dusk. Это у нас сумерки пустыни, или скорее я бы, наверное, добавила еще какую-то, знаете, такую солнечную нотку, как закатное солнце пустыни. Потому что Dusk, это фактически то же самое, как Twilight. То есть что-то между закатом и сумерками. Вот Dusk, это, наверное, ближе, когда солнце садится. И еще чуть-чуть темнеет Twilight. Это прям уже когда конкретно так темно. Ох, эти времена суток, я надеюсь, что я вообще правильно поняла, что такое Dusk. И у меня вот в голове, когда я слышу Desert Dusk, то есть такие сумерки пустыни, такой простор из песка, и солнышко садится. И там вот эти все переливы, игры света, которые худо мне, как кажется, пыталась передать оттенками вот в этой палетке. Здесь 18 рефилов, ребят. У нас уже один макияж готов с этой палеткой, я его сделала вам под музыку. И тот макияж, который я делала за кадром, там я, к сожалению, чуть не все продукты показала в кадре, которые использовала. Поэтому сразу проговорю, что также в описании под видео вы сможете прочитать и найти информацию по всем-всем-всем деталям макияжа. По глазам, лицу, там, румяна, тушь, все-все названия будут указаны. Не переживайте, если вдруг вам что-то будет интересно, конкретное, что я использовала. И вот макияж, который я делала за кадром для вас, мы его чуть-чуть попозже посмотрим вместе. Он такой более повседневный. Я его делала для прогулки с мужем, и, собственно, так я и гуляла всю субботу. Поэтому можно сказать, что вы посмотрите частичку моего такого чуть-чуть нарядного, но все же образа, который я могу себе позволить выгулять. То есть для меня это та интенсивность, там, сияние и цвета, и света, который мне комфортен. Сегодня же мы с вами будем работать немножко по другой схеме. Здесь есть один оттенок, который много кто ругает. Да, я смотрела старые обзоры других блогеров на эту палетку. И у меня хоть и есть какие-то предвзятости такие маленькие, но мне хочется все равно больше какое-то свое мнение дать, чем то, что я уже слышала от других. И мне понравилась эта палетка. Я ей красилась вот один раз на камеру и два раза вне камеры. Вообще, как бы, наоборот, даже эффект вау, хотя здесь особого вау и не ждешь, потому что понимаешь, что палетка вышла пять лет назад. Наверное, такая, ну, у меня в голове сидело, что, ой, Маша, устаревшая формула. Ну, зачем оно тебе надо? Нет, ребят, оно того стоит. Ну, по крайней мере, у меня складывается такое впечатление. Палетка приходит в еще дополнительном защите. Там такая, как картонно-бумажная штучка, которая это все защищает с надписью Huda Beauty и Wishful. Но я что-то ее уже давно выкинула. И, собственно, потом идет картонка и палетка. Палетка как раз в старом оформлении Huda, которую она очень сильно любила, где вот эти ее глазки накрашенные. Ну, красиво. Держать это в руке очень приятно. Сделано это все в Италии, не в Китае. Что-то мне казалось, знаете, такая готова была в Китае, в Республике. А, нет. Вот эта палетка итальянская. И здесь разные формулы присутствуют. Как всегда, Huda любит делать все в теплинку. У нее вначале в палетке как-то все уходили такое аж это в оранжевое и красное. А нынешнее больше в такое что-то розово-фиолетовое. И мне нравится даже, что она такая теплая. Давайте я зеркало вам прикрою как раз ее глазками. Здесь классная вот эта перегородка на виде глаз. То есть не просто какая-то пленочка, а это даже не стыдно оставить. Я вот оставила и так и пока пользуюсь. На зеркале есть пленочка. Давайте пленочку снимем. Так. Что-то вообще... Но зеркало очень качественное. Я в него обязательно буду краситься, потому что даже с пленочкой, когда я до этого наносила тени. Один кайф. Палетка на 18 рефилов, но она не тяжелая. Ее классно держать в руках. По оформлению. Вот знаю, что много предъяв, что вот у Huda эти глаза у многих раздражает. Так как это моя первая палетка, остальные я видела просто на фото в интернете. Меня в жизни это не раздражает вообще никак. Тем более, что качество выполнения просто отвал всех мест. Я боюсь представить, что будет со мной, если я когда-то куплю более свежий запуск Huda. У меня вообще что в этом году случилось такое. Я то себе ничего-ничего не покупала. И тут на Новый год и на Черную пятницу позволила себе вот малышку Wild Huda. И вот эту Desert Dusk. И у меня просто, знаете, какая-то непонятная любовь к этому бренду. Так по чуть-чуть просыпается, нанесется как локомотив. Мне правда хочется скупить просто все палетки. О, боже, как классно. Да, конечно, не безгрешна палетка. Есть, есть свои приключения, которые с ней можно испытать. Но в целом все макияжи, которые я делала до этого, мне уже нравились. И я вот говорила по поводу такого спорного рефильчика. Здесь есть рефил Космо. Давайте на свотче посмотрим. В свотче безумно красивые. Здесь есть оттенки, которые чуть более кремовые. Есть, которые более сухие. Но в целом все отлично переносится что на глаза, что на руку. И вот здесь есть прессованный глиттер. Он не сильно-то и красивый. То есть не шибко красивый. Я бы не сказала, что это прямо какой-то глиттер, который вау, ребят. Мне кажется, я видела сейчас даже в бюджетных палетках глиттеры поинтереснее. Но его так постоянно ругают. Ну так, а я как человек, который постоянно использует глиттер на канале, мне хочется сегодняшний макияж, который мы вместе с вами будем делать, так поскакать вокруг именно этого рефила и акцентным сделать его. То есть окей, я знаю, как такие глиттеры лепить на глаз, чтобы они нормально уселись, если они хорошего качества. Здесь он, очевидно, просто сухой прессованный. Его будем лепить на клей. У меня клей от NYX. Потому что исход с такими глиттерами может быть такой двойной. Либо он классно раскроется на глазу. Хоть и это будет там время затратно. Пока клей нанесешь, пока это все нацепишь. Но будет такой вау. Оу май. Все светится, все сверкает. Либо будет, ой, ну еще так наносили. Оно там осыпалось. Сейчас всякое по-разному может быть. И я специально до этого видео глиттер не пробовала, чтобы вместе с вами его использовать. У меня здесь есть уже оттеночки любимчики. И есть те, которые я прям вообще не трогала, только свочила на руку. 11 ребят рефилов из 18 я уже успела на себя понаносить. И на руку, и на глаза. Поэтому у меня вот уже и какое-то мнение, собственно, и сложилось по палетке. Мне кажется, когда палетка без скидок все равно даже сейчас стоит достаточно много, это правильно готовиться к обзору и немножко заранее складывать какое-то впечатление. Там, как оно осыпается, как оно наносится. Все вот эти характеристики теней более детально рассмотрим при нанесении. А пока давайте отвлечемся. Пожелаем друг другу хорошего дня. Я очень рада, что мы приближаемся к Новому году. У меня, конечно, вот это настроение джинглбеллс еще, мне кажется, с конца ноября. Но вы мне иногда пишите, что я вам передаю вот этот вайп, заряжаю также вас этим настроением. И мне, правда, очень радостно от того, что у меня получается создавать эту атмосферу какого-то уюта, тепла. Даже если у вас что-то идет не так, ребят, я с вами. Давайте расслабимся. Сейчас сделаем что-то красивое. Я надеюсь, конечно, что у меня что-то красивое получится. А то мало ли, даже с хорошими палетками иногда просто бывает bad make-up day. Вот у меня сегодня bad hair day. Я просто, ребят, пять раз перезавязывала. Какие-то заколочки делала, потом хвостик делала, пучок делала. Все расплела и просто одела обруч. Ну вот не хотят сегодня волосы со мной дружить. А очень хотелось бы. И напоминаю, что у нас с вами наступил период второго рождественского подарка. Дух теперешнего Рождества. Сейчас у меня немножко проспойлерю вам. Конечно же, что там внутри в пакетике вы сможете увидеть на протяжении этого видео. Наверное, не буду вам говорить, что там, чтобы вы досмотрели видео до конца. Ищите детали, собственно, в этом видео. И в инфобоксе я также пропишу, что нужно сделать, чтобы поучаствовать в розыгрыше. Всем удачи и приступаем. На мне уже есть немножко консилера. И я придумала такую схему, как придумала тоже у Миталины на канале, увидела в недавних обзорах. Расщепленная стрелка. То есть по нижнему веку идет стрелка, потом негативное пространство, где ничего нету, кроме консилера. Или там, что кожа виднеется. И верхняя века. Дальше попробую тоже такой изобразить на себе. Вот мне кажется, очень важно, когда вы не сами идею придумываете, говорить, у кого она взята. Потому что это все-таки не очень приятно, когда ваши идеи воруют просто там. Атолита использовалась кремовая подложка. У меня нету таковой. Но я могу использовать либо карандашную технику, либо матовую помаду. Давайте, наверное, матовую помаду возьмем. А то как-то на карандашах я зачастила вот это делать что-то. Наверное, вы от этого устали. Давайте возьмем матовую помаду. Убираю волосюшки. А то тоже как-то неудобно, что они нам все закрывают. Я беру оттенок Teddy Bear от Reluie Paradisem. Мои самые-самые любимые матовые помады, по крайней мере, на данный момент ничего не поменялось. Оттенок такой темно-коричневый, немножко с розовинкой. Возможно, мне кажется. Но, по-моему, при растяжке я его уже делала как подложку на глаза. Он вытягивается в какой-то такой немножко фиолетовый. Я набираю на синтетическую кисть и буду переносить. Так, набираю прям со спонжика, буду переносить на веко. Давненько я не делала ничего с матовой помадой. В октябре вот как-то я тоже тогда зачастила делать подложки. И поняла, что Парадиза от Reluie действительно подходит под эту цель. Вначале я накладываю помаду плотненько. Сразу делаю вот эту направляющую стрелку. О, ну цвет классный у помады для подобной техники. И нужно взять немножко кисть попушистее, а то вот этой плоской растушевывать границу не самое удобное дело. Хотя нет, вроде тоже нормально. Но имейте, ребят, в виду, если вы вдруг повторяете мои макияжи, что если у вас чувствительные глаза, не используйте помады, которые не сертифицированы для использования в области вокруг глаз, как подложки. Мало ли какая реакция будет. Я проверяла вот на себе, у меня вроде как на Reluie реакции нету, но вдруг она у вас появится. Потому что очень часто многие рассказывают, как подложку использовать, вот матовые помады, но почему-то не дают детали, что это может быть опасно для вашего здоровья. А это действительно может быть опасно, потому что это нигде не прописано, что бренд заявляет, что так можно делать. Мы уже разбаловались бьюти-маньяки, тут всякие подложки, тада-та. Джеффри Стар указывает на помадах, что их можно наносить на глаза, на область вокруг глаз. А здесь как бы на наш страх и риск. Если что-то пойдет не так, то Reluie в ответе за это точно не будет. Давайте начнем с нижнего века. Я буду вам показывать на экране оттенки, которые будут использованы, чтобы я не маячила здесь вот этой махиной. Все-таки она не самая маленькая. Я возьму, наверное, оттенок, может, шафрон. Я его еще не использовала, он такой красненький. Но нет, вот с красноватыми что-то не хочется. Тем более, что в макияже, который за кадром будет под музыку, вы увидите и рыжий, и теплый. Давайте возьмем оттенок Oud. Такой классический коричневый. Вот так бы я, наверное, его обозвала. Конечно же, шерсть Цезаря уже везде. И плотной маленькой кистью я закрепляю уже имеющуюся под ложечку. Тени не сильно пылят. По крайней мере, вот если набирать плотненько, то осыпаний меньше, чем я думала. Мне казалось, что осыпаний будет прям очень-очень много. Но нет, все в зоне комфорта. Возьму аметист и на начало этой стрелочки добавлю. Хочется мне, чтобы макияж не был плоским. Все-таки какой-то градиент, чтобы присутствовал. Фиолетовый, конечно же, не перекрывает темно-коричневый. Но все равно он заметен, где я нанесла фиолетовое, а где нет. Нет, оттенки наслаиваются. И если вы будете, например, это добавлять в тушевку пушистой кистью, это будет более заметно, чем то, как я сейчас это делаю. Но я и не хочу, чтобы это, знаете, как-то ворвиглазно смотрелось. Наоборот, чтобы так плавненько слоями наносилось. Я возьму чуть более пушистую кисть. Оттенок, наверное, Эден. Я его уже использовала. Он все-таки будет слишком персиковый. Нет, оттенок Маск. И пройдусь по границе. Потом то, что лишнее, я салфетку уберу. Просто хочется, чтобы здесь был мягкий переход в кожу, а не прям совсем такая графика. Мне нравится. Но сразу хочу заметить, насколько более сильно оттенок пылит. Вот так вот это сейчас выглядит. После относительно пушистой кисти у меня это Париса. Вот так вот, ребят, кисть выглядит. И если набирать вот для тушевки подобными кистями, то, конечно, рефилы намного больше пылят. Но здесь много продукта, насколько я помню. Господи, где же та громовка? Наверное, на коробке. Здесь по 1,4 грамма продукта на все это действие. Мне так непонятно, как они это указывают. Написано 18 на 1,4 грамма, а потом 18 на 0,05. Но не 0,05, здесь грамм в одном рефиле. Но выглядит, по крайней мере, то, что здесь вам этого всего хватит надолго. Снова обращаюсь к аметисту. Если мы вначале наносили темно-коричневый, потом фиолетовый, то сейчас, наоборот, я наверх нанесу больше фиолетового. Он очень красивый. Такой фиолетовый, не сильно темный, как будто в нем совсем не черного. Наоборот, фиолетовый ближе к фиалке. Знаете, оттенок фиалки. И сразу закрепляю внешний угол. Мне хочется много сияния. Ну-ка, что у нас тут ретроград дает? У него здесь база как раз есть. Но оттенок твайлайт больше всего к аметисту подходит. Давайте возьмем Роял. У меня здесь просто уже полет фантазии. Пошел тоже такой красивый фиолетоватый немножко оттенок. Он плотный. И чуть в складку, наверное, вот так вот пройдусь им, чтобы у нас прям вверх сиял со всех возможных мест. Набираю немножко твайлайт той же пушистой кистью, просто чтобы добавить блеска. И прохожусь уже по верхней границе. Такой, как топпер этот оттенок. Он полупрозрачный. И он не перекроет. Те накроил, но он добавит лишнего блеска. Хотя блеска лишнего не бывает. Я, ребят, хочу нанести оттенок ретроград. Набираю прям маленькой кистью. Где-нибудь вот сюда, чтобы также блеск был. Но не слишком на себя внимание перетягивал. Поэтому я поверх матового просто накладываю его, как топпер. О, да. Поверх темного он очень хорошо раскрывается. Такими мелкими-мелкими зелено-голубыми блесточками. Класс. В принципе, пока мы идем в хорошем направлении, все делается так, как у меня в голове было задумано. А это сейчас редко происходит. Все-таки косметика играет роль. Насколько бы у вас не была классная идея макияжа, если косметика не наносится так, как вам нравится, или так, как вам хочется, у вас портится настроение, вы уже потом просто ничего не хотите. Смотрите, конечно, может ничего и не получаться. В уголочек я потом добавлю что-нибудь. Но сейчас, в момент истины, будем использовать оттенок Космо. Потому что, в принципе, уже макияж выглядит неплохо. Посмотрите, мы использовали буквально сколько там до пяти оттенков. И все такое насыщенное и прикольное. Мне нравится, что здесь вот эти металлико-сатины, они очень хорошо в матовые входят. И вот даже в тушевке, здесь вообще непонятно, где у меня матовый, где этот металлик, все как-то так, знаете, вырабатывается и очень гармонирует. Вот, мне нравится, что я этой палеткой сколько раз не красилась, у меня каждый раз не возникает вопросов, что с чем сочетать. И при этом у вас здесь, да, будет все такое тепленькое или максимум фиолетовое. Но при этом вы можете и золотую сияшку взять, и вот эти топеры дуохромные, и глиттер. Есть вариативность, ребят, это круто. Берем клей от NYX, сейчас тоже кистью нанесу в зону, куда мне нужно, и уже на него, так очищаю кистью от матовой помады, зачем мне брать, две кисти пачкать. Она здесь в пигменте, конечно, но я не думаю, что это помешает клею. На руку выдавливаю клей, и уже с руки будем переносить это на глаз. Думать, насколько много я этого глиттера хочу в своей жизни. Клей лучше всего наносить тонким слоем, поэтому мы его шлепаем на веко и дальше хорошенечко распределяем. Потому что если у вас будет слишком толстый слой клея, у вас сам глиттер может залипнуть, веко может поживаться. Поэтому клей это не та вещь, где больше значит лучше. Убираю остатки клея с руки, так я его хорошо так нанесла, что мне кажется, аж перестаралась. Сижу вам рассказываю, что не нужно его толстым слоем, но все равно я его на глазу прям конкретно ощущаю. И думаю, что для глиттера лучше всего взять спонжик самый классический, который часто идет в каких-то палетках, чем пальцем наносить. Потому что здесь важно выложить его плотно, иначе это будет просто как сахар на веки. На свотче было видно, что ну такое, ну такое, ну все рыхлое какое-то. Поэтому держу пальчики, что я сейчас не разочаруюсь и все-таки как-то украшу этот оттенок Космо. Он же все-таки в этой палетке есть. Набираю оттенок Космо хорошенько на спонжик. Ой, ну сахар, сахар. Я, конечно, понимаю, что в палетке 5 лет. В смысле, что она выпускалась 5 лет назад, и формула, конечно же, осталась все та же, что была 5 лет назад. Но зачем вообще ложить настолько сухой глиттер в палетку такую удачную, я что-то не понимаю. Ага, он как такой мелкодисперсный. Что-то даже наклеит NYX. Тяжеловато это лепится. По крайней мере, со спонжиком. Давайте я возьму палец и попробую пальцем это прилепить как можно плотнее. Не, ну все равно же дырка есть. Дырка, ну заделывайся. Не, ну вау, мне кажется, не происходит. И пальцем это трогать не очень приятно, потому что оно настолько мелкое. С одной стороны, прикольно, что оно ничего не режет. Он такой, знаете, прям очень-очень-очень мелкий. Это даже не глиттер, вот как там соли, которые бывают. Это действительно как будто вы соль или сахар мелкого помола в руке так хоп-хоп трете. Не, ну так прикольно. Если бы я в этот же каткарис нанесла оттенок твайлайт или ретроград, мне кажется, что было бы в разы... Ооо, симпатичнее, ребят. Вот это я сейчас сделала прям очень зря. Сейчас я попытаюсь вам объяснить, что произошло. Когда вы набираете оттенок Космо, он прям вот этой мелкой песком он сыпется. И получается, что вот набрали, вот так вот это выглядит на пальцах. И в рефиле он также сильно крошится. Я, наверное, его потом отсюда вытащу, что ли. Надеюсь, что я на него дышать даже не буду, и он дальше не будет осыпаться. И вот прежде чем вы его на глаз переносите, если вы подышите неправильно, там не в ту сторону, то он сыпется, короче, на мои домашние штаны. Да, ребят, я снимаю нарядные в домашних штанах, как истинный блогер. Также это сыпется под глаза, на глаза. Конечно, хорошо, что я, как всегда, делаю тональные позже, чем макияж, глаз. Но я не думаю, что меня это сильно спасет, потому что на нижней... Блин, этот глиттер уже везде. На нижний век это тоже осыпается. Нет, я полностью согласна все-таки с ребятами, которые делали обзоры до меня. Оттенок Космо это не выдумка, что он там прям совсем такой не очень. Он прям реально не очень. Не могла придумать, вот к чему прикопаться, чтобы поругать палетку. Все-таки нашла я камень преткновения, моих отношений с Дезер Даск, оттенок Космо. Если вы будете брать эту палетку, возможно, на следующую Черную Пятницу, или за полную стоимость, если она вам сильно понравится, просто не используйте его. Это катастрофа. Сейчас я очищу себя от оттенка Космо и продолжим. Я не думаю, что вам эта тетяна как-то там порежет глаз или еще что-то, потому что помолота действительно хорошая. И с одной стороны прикольно, что он такой мягкий, прям как песочек на пляжу, знаете, которым можно пяточки скрабировать. Но на глаз это все равно наносить как-то бесполезно, потому что, ну вот, оно везде осыпалось. У меня сейчас все эти штаны бедные в блестках, но при этом на глазу-то вау не происходит. Уф, блин, оно еще и зеркало запачкало. Ну, дурацкий оттенок. С чем исправлять? Давайте добавим оттеночек Angelic, ангельский. Это такой красивенный розовый доохромчик. Пелюшечку я поднаслою во внутренний уголочек, потому что оттенок один из самых красивых в палетке. Сейчас будем исправлять то, что нам натворил этот сухой глиттер. Но главное, что я вам показала, как это выглядит, потому что действительно не стоит этот рефил вашего внимания, и уж тем более ваших глаз. Дальше я влаживаю оттенок песок пустыни Desert Sand, и немножко прорабатываю вот это пустое наше пространство, потому что оттенок похож на консилер в сухом виде. Он очень хорошо границы подчищает. Просто один из самых лучших светлых оттенков, которые я пробовала. Посмотрите, насколько чисто это выглядит. Причем, что здесь еще нет, а здесь есть. Просто работать им песня. Очень понравился. У меня на этом глазу есть высыпание в зоне, в области как раз века, и есть момент, что на меня матовые могут плохо ложиться. На этот глаз все окей, а на этом, где вот эти бугры неровности, то не очень удобно. Desert Sand просто все сглаживает. Я прям довольна. Я не довольна глиттером, но все остальное классное. Что ж, что ж. Ну, у меня этот глиттер осыпался. Мне интересно, будет ли он продолжать осыпаться, или он успокоится и просто на каком-то этапе зависнет. У меня же, мне кажется, даже в глаз уже что-то попало. Oh my god! Это откуда тут взялось? Это я, наверное, просто за штанину, ребят, взялась. Вот, видите? Это все у меня сейчас на одежде. И мне кажется, там еще больше этого песочка. Поставьте мне лайк, пожалуйста, и комментарий напишите под это видео, чтобы мои старания не были зря. Видите, прям страдаю ради вас с этим песком. Не-не-не. Если я вначале думала, ну там, по желанию, используйте, не используйте этот глиттер. Не, ребят, это вообще никому не надо. И сияшки, которые вот просто сатина здесь, они гораздо более красивые. Глиттер просто продолжает осыпаться, и ничего не меняется. Наверное, единственное, что я могу сделать, это сейчас на этот глиттер вообще не дышать, не двигаться. А то, мне кажется, я каждый раз, когда клипаю глазом, у меня продолжает здесь появляться вот этот песок. Ох! Насколько все было хорошо до этого глиттера, и насколько этот глиттер все просто повернул в какую-то странную степь. Ладно. Жизнь меня ничему не учит, ребят. Я снова дыхнула на этот рефил, и снова, я не знаю, было видно в кадре или нет, мне здесь просто все в этом глиттере. Мне кажется, самое целесообразное для этой палетки будет сделать, это выковырять этот глиттер, промыть это, и забыть о его существовании. Вот единственный рефил, к которому у меня действительно есть претензии. Пока что палетку откладываю. Сейчас с вами завершим образ. Я вернусь и сделаем выводы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, ребят, вот такой финальный образ у меня получился. Я вроде как отмылась от глиттера, но, конечно, руки у меня все в этом песке. Уже просто так точечно было гораздо хуже. Я каждый раз, знаете, очищаю их, ставлю потом, опа, на штаны поднимаю, и у меня снова все в этом глиттере. Пойдется, скорее всего, ставить на стирку. Надеюсь, что у меня стиральная машинка от этого глиттера не забьется. В общем, интересно и невероятно. Вместе с палеткой Huda Beauty Desert Dusk все замечательно. Вот все замечательно. Я действительно в восторге от этой палетки, в восторге от макияжа. Мне очень понравилось то, что у нас вышло по итогу. Но Refill Cosmo, от него нужно просто избавляться. Вот, я считаю, если у Huda Beauty когда-либо будет какая-нибудь, оба, убираем салфетку, ремастер-эдверсия, то от глиттера просто нужно избавиться, либо заменить его на какой-либо другой Refill, на сатинчик, на металлик, на что угодно, только не эту катастрофу. Вот так вот, ребят, макияж выглядит вблизи. Конечно, кожа у меня опять оторви и выкинь, но на нее мы не обращаем внимания. Основной акцент у нас это глаза. И мне кажется, что если не брать в расчет даже то, что глиттер вот такой сыпучий, такой неудобный, все равно макияж вышел замечательный. И я как минимум им довольна. Такое не часто случается. И это очень показательно для меня. Периодически, ребят, повторяюсь, что это как бы мое восприятие макияжа, но так и есть. Потому что все, что мы делаем у себя на лице, это, во-первых, только наше дело. И это всегда очень субъективная оценка. Поэтому кому-то может нравиться, кому-то может не нравиться. И со своей стороны в таких обзорах я стараюсь показать вам работу палетки на деле, то есть на кожу. Вы сами можете принимать решение, как оно вам. И также рассказываю, как это я воспринимаю со своей стороны. У нас с вами всегда есть два лагеря. И это очень классно, потому что мы можем разными точками зрения делиться. Давайте, прежде чем переходить к выводам и обсуждению макияжа, которые я делала на выходных, я вам расскажу детали подарочка, которые я для вас приготовила, чтобы поучаствовать в розыгрыше замечательной палетки от Evelyn. Да, ребят, не буду томить. Сегодня у нас на розыгрыше Evelyn Charmin Moka палетка с кофейной тематикой. Как истинный кофеман я не могла не разыграть именно эту палетку. Тем более, что Evelyn является одним из моих самых любимых бюджетных брендов. Я думаю, что многим она понравится, если у вас ее еще нету. Да даже если есть, все равно можете поучаствовать в розыгрыше. Возможно, потом подружке передарите или себе две оставите. Вообще много не бывает. Поэтому, чтобы поучаствовать в розыгрыше замечательной палетки от Evelyn, нужно подписаться на канал, подписаться на мой инстаграм. В принципе, все как обычно. Оставить осмысленный комментарий по теме видео с вашим ником в инстаграм. Проверяйте, пожалуйста, чтобы YouTube не удалял ваш комментарий. Не пишите ник через собачку и не оставляйте его ссылкой. Хотя вы иногда пишите просто ник, YouTube все равно удаляет этот комментарий. Я ничего не могу с ним сделать, к сожалению. Пока ничего никто не придумал для проведения таких розыгрышей, YouTube все равно много комментариев отправляет в спам, которые я даже не вижу. И если я на ваш комментарий поставила сердечко, значит, ваш комментарий точно участвует в розыгрыше. Вот решила это проговорить, потому что много ребят потом мне в инстаграм пишут, жалуются, что комментарии удаляются. А я их даже, ребят, не вижу. Вот такая беда. Розыгрыш, кстати, только по территории Украины проводится, к сожалению, потому что отправка будет новой почтой за мой счет. Давайте посмотрим на макияж, который я для вас сделала на выходных. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И я получила даже больше, чем ожидала. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Делаешь, просто палетку я отдала 470 гривен Это... Просто здравствуйте, просто Как дела? Новая палетка LeM LOVE, которая ни о чем Из коллекции Moun dign, 415 гривен И 470 Вот такая шикарная палетка На 18 рефилов Ребят, 18 Да просто variance, перекрасиись Поэтому, если вы давно хотели думали, вот она бывает на таких огромных скидках И стоит она своих денег В 2021 году Я считаю, что сто queria но возможно это мое субъективное мнение здесь кстати тальк free формула это очень приятно потому что тальк может забивать поры и вызывать комедоны не на всех типах кожи но на чувствительной кожи в частности особенно он часто забивает поэтому есть прям ярые противники талька и если на упаковке где-то написано тальк free не удивляйтесь как бы для многих людей это важный критерий при выборе косметики чаще всего это конечно относится к пудрам потому что мы это на все лицо покрываем по формуле здесь 8 кремообразных матовых так и указано и бачу уметь 6 прессованных жемчужин то есть таких как сатинов 3 2 хромных топера и один глиттер но вот если бы и глиттера не было просто бы было бы 20 из 10 или 100 из 10 пока наверное я дам этой палетки 9 из 10 потому что один рефил меня не то что не интересует он прям разочаровывает и меня разочаровывает он тем что палетка очень мне нравится я точно буду пользоваться на своей повседневной основе здесь можно знаете разбежаться сделать что хочешь и что то более чуть-чуть прохладное ну насколько эта палетка позволит более теплая фиолетовая и этот рефил ну так пачкается ребят я вот один раз сегодня тронула и все у меня он летит везде поэтому я обязательно обратно ставлю вот эту перегородочку пластиковую с глазками и уже когда я этот рефил выколуплю чтобы он не портил мне палетку тогда я смогу уже и от пленочки избавиться мои ребят надеюсь что у меня все хорошо с макияжем мне губы очень сильно сухие как всегда у меня как макияж глаз классный так у меня кожа страдает или наоборот кожа выглядит классно так у нас на глазах бог знает что происходит палетка однозначно не разочаровала у меня огромная радость от того что мне она досталась за вменяемую стоимость и теперь у меня еще большее желание попробовать большие палетки худо они к сожалению стоят прям за облачную денег я считаю понятное дело что если мне это понравилось пятилетней давности то и новые формулы худые вызовут у меня охи-ахи но я пока не готова тратить почти 2000 гривен на палетку теней тем более что вот даже палетка 2017 года работает на ура понятное дело что здесь прям нету моих любимых таких около корейских блестяшек которые такими как спарклами да их называют переливаются так уху нет тут все либо так сатинчик топпер такой ну вот все равно безумно красиво поэтому все закругляемся мой вердикт сделан рассказывайте свои впечатления обязательно участвуйте в конкурсе буду рада вашей активности не только под этим видео призываю вас оставлять комментарии не только когда я дарю вам подарочки потому что это очень мотивирует меня к съемке новых роликов к покупке новой косметики если хотите поддержать меня можно поставить пальчик вверх подписывайтесь чтобы не пропускать еще больше новых и бюджетных видео ладно сегодня не сильно бюджетно но в целом канал больше ориентирован на бюджетную косметику так что ребят до скорых встреч